всем привет привет нет ванечка я не забыла в камеру ставить карточку ариша смотрите какая она смешная с уваженным подбородком в наушниках до утром даже минус 29 показывал и как вы думаете что мы решили в такую погоду точно практически нет мы едем в чехов на диаметрально противоположный фактически конец подмосковья вот к друзьям в гости с одной стороны вроде классно мороз и солнце день чудесный но конечности отпадают за 30 секунд вот зал мы уже сходили магазин уже съездили взяли с собой гостиницу ой-ой зевака 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 что ты мне в камеру зеваешь зевака замерзака ладно подремитесь ребят дорога долгая вот будем снимать наших старых знакомых где чё там живешь мы были весной когда у ариша был турнир в туле и этой весной до но у 16 года весной конечно ближайший прошедший и это и этой вот едем ну что ребят мы едем тоже скоро подъезжаем к чехову смотрите какой солнце яркая яркая видимо завтра будет тоже морозно ванечка у нас практически всю дорогу проспал аришка там грузалку себя изображает на ноги это тоже и на ноги наматывает себе наш толсток потому что несмотря на то что в машине печка работает на полную мощь едем мы уже около трех часов да мы опять двадцать копейки приедем в машине прохладно очень прохладно мы приехали у нас было минус двадцать шесть утра было минус двадцать девять а сейчас получается вот так вот движемся и что в направлении сейчас уже минус двадцать 2,5 минус 22,5 до этого даже было минус 21,5 ну посмотрим завтра говорят еще морознее но очень морозно обещают до 35 ночи да обещают до 35 ночи первый раз за 21 лет первый раз за 20 лет пара тебя говорят что первый раз за 20 лет очень красиво да солнце очень красиво Мы вышли из анабиоза, вот, нас несколько отпустили все наши прожитые переживания, и мы начинаем активную жизнь, да? Вот, вон там, смотрите, самый активный спит. Да, жарко, реально. Ну, сейчас еще не жарко в машине, но уже вот приятно тепло, потому что, конечно, когда мы выехали, было очень холодно. Солнце красивое. Ну, все, скоро приедем к нашим друзьям и будем снимать. Ребят, в доме, конечно, очень тепло, реально, но, но, вот, видите, да? А как мы дверь-то открывать будем? Конфетка. В смысле как? Да, вот как. А, все. Нифига себе, карта тут не находитесь. А тебе тут точно надо, да, находиться? Так, ну-ка, покажите, как вы в минус 30 шашлыки. Ё-моё! Кто-нибудь видел когда-нибудь такое? А, простите, вентилятор зачем? Реально работает вентилятор. Ты не навернись на своих шнурках. Ой, пахнет-то как хорошо. Ну что, ребят, суровые чеховские парни при минус 30 сейчас будут жарить шашлык. Не сдаемся. Чеховские красноармейские. Да. Красотища. Красотища, красотища. Ну, вот это романтика. Вот это я понимаю. Ой, здесь даже и потеплее все-таки. Особенно если прям в мангал, наверное, залезть. Да, покажите нам шоу. Давайте нам фаер-шоу. Все, ладно, ребята, я с подветренного, понимаешь, сматываюсь. У меня вентилятор дует? И не знаю, что он у меня дует. На что-то уже отваливается. Нормально дует. Да, слушай, интересная идея, интересная. А вот весь остальной ветер тоже от вентилятора, да? Да, да, да. Ну что, сейчас будем снимать пробу с шашлыка? Нет, все равно, но будем. Но будем. Снимать будем, да. Снимать пробу будем? Да. Точно. Ну, Николай, вообще, что твою идею? Я тоже теперь буду к этому. Я давно об этом думал. Так, сейчас, подождите, подождите. Вот это было красиво. Так, ну что, видео для детского канала. А что наморозит? В смысле, за детей, да? Ну, за детей. Ладно, это оставим для домашнего архива. Ну что, чучундры? Мы идем гулять. Вы идете гулять? В минус тридцать вы идете гулять? Да. Вот догадайтесь, кто здесь самая взрослая из всех этих чучундр и самая умная? Я. Вот Настя, Настя, она уже взрослая и умная. Она понимает, что там холодно, и туда идти не надо. Нет, ты просто маленькая чучундра. Можно я отвечу? Можно. Из этих самых умных чучундр это Николаевич? Что, нет? Ты не угадал? Знаешь, я думала, что это твоя Настя. Потому что она в минус тридцать что-то как-то не хочет гулять. А эти чучундры хотят. Так, Нюрка, ну-ка, кофту. Да там холодно, реально. Там очень реально очень холодно. У вас такое часто? У вас такое часто? Ну-ка, покажи, Ариш. Да. Ну, Ариш, оно может быть и не часто, но в минус тридцать всегда. Так это утром было, сейчас не так. А, то есть сейчас уже фигня, да? Да. Понятно. Утром такой вот гамочек снежка. Ой, какая у тебя шапка красивая. Смотри, Ваня на куртку. Ваня на куртку? Так, Аню заставили все-таки одеть кофту. Уже хорошо. Слушайте, а как вы разбираете? Куртки же одинаковые. Так, я сжигал. А, это я с собой даю. Сжигалочки не найдется. Нет, сжигалочки не найдется. И петарды мы тебе взрывать с обожженным подбородком не дадим. Мы хотели на маме дверь. Почему у меня так холодно? Почему у меня так холодно? Я тоже хочу, да? Ну, мне так холодно, что я не пойду. Надя, Ариш, перчатки. Перчаток же у нас целый пакет, Ариш. Вот здесь синий пакет. Я взяла, много взяла. Ну что, ребят, готовимся спать? Нет. Да, спокойной ночи. Мы раскладываем диван и кресла. Вот. А они там продолжают играть. Сейчас мы все разложим. Сядем пить чай. Они пока поиграют. А потом мы, наконец, отправимся спать. Но время, на самом деле, еще детское. Еще начало одиннадцатого. Ребят, слушайте, классный конструктор. Смотрите, как у Вани эсминожку сделали. Это этот. Шестиножка. Да? У нас не хотела. Как вы его обзовете? Не знаю. Слушайте, они так классно держатся. На Аришных волосах они тоже так же хорошо держатся, да? Обалдеть. Очень хорошо. Сказала Алена, которая ее стреляла. На нее стреляла. Так, как это называется? Банчинс какой-то. Ну, в общем, коверкать не будем. Вот, ищите такую штуку. Прикольная. Утром. Нас девочки уже с утра поразвлекались. Ариша с Анейонтой. Вот. Из репейника. Слушайте, ну, так-то понятно, что тигр. Но все равно на вашего кота похож. Глаза. Глаза похожи? Угу. Понятно. Понятно. Потому что она зеленая. Я имею в виду размер и форму. И выражение, выражение. Кто здесь? На морозе. Да-да-да-да-да. У него было такое выражение. У него такие были, да? Точно. Ну что, с добрым утром. За пускатик. Угу. С добрым утром. Что гулять начнешь? Что прошло? Давай, там успел. Все, возвращаем с минус 32 кошаков. Это пули. Тихо. На, сейчас на дебиле. И куда-нибудь так это сразу, да? В теплое местечко. А Настя что, спит еще? Угу. Вот счастливица. Я не знаю, как буду сказать. Ты так нечестно, понимаешь? Кто-то в 3-4 лег, а кто-то, понимаешь, в 10, как некоторые. Ну ладно, в 12. В 12. Не, раньше, раньше. Раньше, раньше. Ну и в 4. В 4? Ну да. Офигеть. Обалдеть. Смотрите, какую они офигенную пчелку забабахали. Вот. Причем эта пчелка сидит на вазе с цветами. Да, пчелка чуть-чуть размером. Наоборот. Судя по улыбке, пчелка очень довольна. Однозначно. Какие-то столько цветов, столько цветов. Слушайте, ну красивый. Классный конструктор вообще просто. Совершенно безопасный. Принц припейника. Да. Кстати, судя по всему, единственная его опасность – волосы дерет. Тут прям видно. А, и мусор сковра собирает. О, все, Аришка, нам такой нужен. Такой шар скатать. Да. Вместо робота-пылесоса, да? Да. Ариша, как всегда, счастлива. Ей главное что? Ей главное, чтобы вне какая-то, понимаешь, живность на руках была. А он дозволен? Ага. Да он и тогда с нас не слезал, когда мы приезжали. Да, с Аришкой спал. В принципе, не знаю, что, говорит, мне можно, что нельзя, сказал Тимоша. Но уж коли меня, говорит, подпустили к столу, я буду просить все подряд. Слышно, хорошо? Ну что, приятного аппетита. Вот здесь прибор у нас. Один прибор показывает. Так, Ир. А, нет, я все, я наелась. В общем, у нас все предели. Мужчины смотрят телевизор, вот, а мы все продолжаем завтракать. Это вот ягоды, папа, у нас очень Иргуль. Ох, ничего себе, сколько. Да, вот я и хочу заснять, посмотри, сколько они сотворили. А это, типа... Это должна была быть снегурочка. Нормальненькая снегурочка. Нормальненькая такая снегурочка на этого похожа. А как они? Это клоун. Смурфик, смурфик, снегурочка смурфик. Да, да, кстати. Это клоун. Елочка красивая. Очень красивая елочка. Да еще и со звездочкой. Комнатные растения меня всегда интересуют. Мята комнатная. Комнатные растения меня всегда интересуют все. Сейчас, она уже с корня. Ты видишь, закопаешь? Так, ну вот у нас завершаются наши каникулы. Последний день. Ну да, нам завтра на работу. Ну вот. Мы пришли в гости к соседям. Девчонки вон сидят в карты, режутся. Мальчишки с планшетами и со всем остальным. Вот. Сейчас уже вон без 20, вернее 20 минут шестого. Нам еще возвращаться домой. У нас дома стоит аккумулятор от моей машины заряжается. Минус 30 не выдерживает. Хамон пришлось занести из балкона. В общем, нас 30-ти градусные морозы превратили снова в анабиозников. Но в зал мы сходили сегодня. А детки сегодня поубирали, поразбирали. Да, Оришка? Мальчишки ожог потихонечку заживает. Вот. А, чего, ты ее бьешь, да? Давай, давай ее, давай. Она та еще, жучка. Тузов бережет. В общем, всех, так сказать, с завершением каникул. Всем пока-пока. Я тебе на завтра список дела оставлю, обещаю. Пока-пока. Сейчас мы только вот это вот все еще доедим. И будем считать новогодние каникулы завершенными. Ну что, пока-пока. Пока. Эх, закончились каникулы. Нет, у нас еще три дня. Еще три дня. Какие три? Какие три? Два, девятое, десятое. Два дня. Одиннадцатого вы в школу идете. Бе-бе-бе. Вы тоже. И вы тоже идете в школу. И все идут вообще завтра. Пока-пока. 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 Пока-пока.